Повтор старта. Все, внимание. Во-первых, там две Тора Росса плотно боролись между собой. Сайнс сразу бросился обгонять Ферстаппина. Обратите внимание. Здесь мгновенный маневр Себастьяна Фетеля. Мимо Чека Переса он буквально пролетел. Там два Макларена позади. Ух, как опасно там Тора Росса вильнула. Не очень все здорово прошло. Два Макларена с двух сторон ее проходили. А теперь смотрим впереди. Вот здесь Фетель, что он делает? Он атакует по внутренней траектории. Перес тоже каким-то образом там пролетел. Вот почему. С двумя сразу рэдбулами. Сразу с двумя рэдбулами. И Льюис, когда мы видели, что он пролетел мимо, ему просто деваться некуда было. Смотрите на Льюиса вот здесь. Он не перетормозил, он не ошибся. Оп, удар. Даня Квят въезжает Себастьяна Фетеля. Тот бьет в Дэна Рикьярда. Ну а сзади, позади, вот это совершенно другой момент. Вот теперь я представляю, что с новой силой война четырехкратного чемпиона мира и торпеды. В прямом смысле слова торпедировал его SF16H. Вот торможение. Вот, да. Хотя бы не попал он в Форс Индию, но каким-то образом... А, видимо попал, когда мы видели. Кто-то ударил меня в мою, дальше запикано дважды, а потом кто-то опять ударил меня в мою, опять запикано. Что за запикано здесь происходит, черт побери, короче, одним словом, непереводимая игра слов. В данной ситуации, в отличие от того, что было две недели назад, мы не можем сказать, что Себастьян Фетель не прав, когда возмущается. Себастьян Фетель не размущается.